Хаакин Феникс дает Джокера, а в Чили горят улицы и семьи. Венеция 2019. Кино-культура. 2.34.2 сентября 2019 года. Подавись улыбкой своей. Хаакин Феникс дает Джокера, а в Чили горят улицы и семьи. Венеция 2019. Кадр. Фильм Джокер. На Венецианском фестивале показали, наверное, самый ожидаемый массовый публикой фильм основного конкурса. Джокер Турда Филиппса оказался моноспектаклем Хаакина Феникса, променявшим комиксную эстетику обильным цитированием Скорсезе. Несколько свежий работает с языком кино новая картина Пабло Лороина, издевательский клип о больном танце материнства Эмма. Место действия Готем. На его перманентно злых улицах очередной кризис. Из-за забастовки мусорщиков на тротуарах высится вонючие горы из гнили и хлама. Печальная для большинства жителей ситуация, кажется, только на руку главному городскому олигарху Томасу Эйну, Бред Каллен. Он собрался выдвигаться на выборах мэра, о чем телевизор объявит где-то в перерыве между новостями о появлении супер-крыс и о шутках. На тему последних есть решение супер-кошки, от популярного шаумена Мюрия Франклина, Роберт Деньера. Появление на экране обоих столпов готемской социальной жизни вызывает сильные эмоции в еле сводящем концы с концами, но не отлипающем от телека семействе фликов. Больная мама Пенни, Фрэнсис Конрой, бурно реагирует на Уэйна. У него она когда-то работала и от него теперь почему-то ждет материальной помощи. А ее взрослый сын Артур, Хаакин Феникс, на Франклина, мечтающая о слове стендап-комика, но патологически не смешной уличный клоун зазывала грезит появлением на его шоу. Парадокс в том, что конечно, до шоу Франклина Артур к финалу фильма так и доберется, но уже предпочтет представиться в эфире Джокером. Самый харизматичный по крайней мере, усилиями Джека Николсона и покойного Хиталиджера. На экране противник Бэтмена наконец дождался персонального, лишенного тени крыльев летучей мыши фильма. Более того фильма, не просто амбициозного, но настойчиво демонстрирующего уровень своих амбиций в каждой ужимке, каждой складке морщин и особенно, конечно, каждой смеховой истерике Хаакина Феникса. Таланты такого артиста А.Феникс нависает над почти каждым кадром этого кино с тяжестью небоскреба спускат на шуточки и буфонаду. Очевидно, жалко и Тодд Филлипс, режиссер не только «Мальчишника» в Вегасе, но и, например, канонической документалке о героиновом Джокере от панк-акционизма Джи Джи Алини, пытается соответствовать. И поэтому снимает очень, но очень серьезное кино. Например, тот факт, что Готэм очевидным образом списан с дефолтного и кризисного Нью-Йорка 70-х, подталкивает Филлипса к тому, чтобы позаимствовать фундамент для Джокера у главных фильмов Скорсезе. Путь от Артура Флека до Джокера пролегает по курсу от Руперта Папкина из «Короля комедии» до Трэвиса Бекла из «Таксиста», то есть от несмешного комика с заблуждениями на свой счет до психопата с револьвером в руке. Кадр, фильм «Джокер» 1.3 В теории это не худший способ оживить исчерпавшую себя поэтику классического комиксного кино, особенно, наверное, для тех зрителей, которые того же «Короля комедии» давно не пересматривали. Но проблема цитирования, осуществляемого Филлипсом, в его незамутненности. Он заимствует у старшего коллеги слишком объемно и слишком буквально и слишком, к сожалению, неразнообразно омажа Скорсезе не требовали бы такого критического отношения, если бы в арсенал Джокера входили и другие источники вдохновения из той же эпохи, в диапазоне от Вуди Алина до Милвина Ван Пиблза через Сидни Люмета. Поэтому вслед за сценами приставленных к виску пальцев, таксист, танцы с револьвером, он же, и теледебюта в абсурдного цвета дешевом костюме, король комедии, в его кино вместе со Скорсезеевской глубинной мизансценой пробивается и Скорсезеевская подспудная религиозность. Но в Джокере, конечно, же нет никакого конфликтного католичества с заложенной в него богоборческой драмой вместо этого он смотрится житием комиксного священного зверя, что неизбежно утяжеляет и без того нелегкий фильм еще сильнее. Эта тяжеловесность в итоге вместо освежения истрепанных смыслов комиксного канона, только подчеркивает этого канона игрушечность. Тем более, что при всех своих заигрываниях со стилем серьезного авторского кино Филлипс все равно не решается никак сломать шаблон истории о формировании героя, пусть в данном случае речь идет о злодея, даже такой трикстер и агент хаоса, как Джокер, в его прочтении оказывается детищем поразительно банальных психологических травм от дурного детства до взрослого одиночества. Он тоже всего лишь хотел, чтобы его любили как бы это кино не пожило щеки, демонстрируя свою взрослость. В его основе лежит болезненно-инфантильная, подростковая драма. Кадр, фильм М и 1-2 предъявить претензии в инфантильности можно, конечно, и героям другого конкурсного и пожалуй, пока что самого оригинального по своему устройству и языку фильма в главной венецианской программе фильма, М и Пабло Лороина. Вот только в этом нет никакой нужды. Первертную незрелость персонажа здесь прекрасно осознает и сам чилийский режиссер, который в изображении их жизни придерживается такой моральной амбивалентности, что к финалу доводят и зрителя к осознанию тотальной и смехотворной абсурдности только что увиденной истории. История этой усилиями обходящегося без предысторий и флешбуков Лороина проявляет свою суть далеко не сразу, поэтому мотивации Эмы, Мариана Диджиро Ламо, юной ослепительной блондинки с танцевальным бэкграундом и хореографом мужем Гастоном, Гаэль Гарсио Берналь, долгое время остаются загадочными. Поступки и пластика героини при этом неотразимы. Она и танцует одинаково самоотверженно как на спортплощадках в гетто, так и на богемных театральных сценах. И трахается одинаково самозабвенно и с токсичным истериком супругом, и с расслабленными подругами-танцовщицами, и с робким полузнакомым пожарным, и даже с его прямолинейной юристкой женой. А в свободное от танцев и секса время сжет из огнемета кустарного производства то светофоры на улицах Вальпараиса, то чужие автомобили. Все эти разнообразные крайности, которыми исчерпывается поведение Эмы, связываются одним неожиданным импульсом материнским инстинктом, причем достаточно парадоксального свойства. Девушку разрывают от тоски по приемному сыну. Десятилетний Поло не прожил с ней и Гастоном и Гада, пока из-за некоторых девиантных проступков не был сдан горе родителями обратно в соцопеку еще до начала сюжета фильма. Пожарный и его жена, в пастель которых по отдельности навязывает себя Эму, те самые люди, которые усыновили его после нее. Будет более-менее преступно пытаться объяснить логику действий героини хотя бы потому, что именно поиск этих объяснений составляет основную интригу Эмы. Интереснее немного поговорить о формальном устройстве новой картины Лара Ина хотя бы потому, что его предыдущие, очень разные и очень по-разному прекрасные фильмы, Пиночетовский референдум триллер нет, хоррора и селебрити-политики Джеки и упражнения в кинопоязине Рудо, о смысле своего существования больше говорили не сюжетами или диалогами, а формальными решениями и стилистическими перегибами. В отличие от этих трех, сильных в своей неброскости и сдержанности картин, Эма, напротив, показательно-демонстративно и даже чрезмерно, делая свою главную героиню-танцовщицей, Лара Ин и фильм в целом то и дело уводит на территорию клипа, бойкого и колоритного действия, в котором, как следствие, идеологи взвинчены не меньше, чем экспрессия танца. Персонажи при этом еще и без стеснения то и дело впирают взгляд прямо в камеру обращаясь, то есть, не только друг к другу, но и к воображаемой, и реальной в пространстве кинозала, публике, требуя к себе такого внимания, какой и переходит все рамки приличия. Лара Ин, то есть, впервые почти за 10 лет работающий с современным материалом, а не историями из прошлого, ненавязчиво высказывается и о все сильнее завоевывающем массовую культуру поколению, у которого клиповое мышление распространяется и на понимание и реализацию первобытных инстинктов вроде материнства, а гестрионность, театральность поведения, основанного на жажде неусыпного внимания, ведет к сжиганию не только уличных светофоров, но и норм морали и приличий. Сгорит ли за ними вся патриархальная общественная структура, которую Эмма в пределах собственного круга ставят с ног на голову, подминая под себя, Лара Ин говорит не берется, но кажется, ему очень этого хочется. Джекер выйдет в российский прокат 3 октября. Дата релиза в России фильма Эмма пока неизвестна Денис Рузаев.